Добрый день всем, дорогие путешественники! Сегодня мы с вами будем осматривать зону отдыха дельфина горячих источников. Сейчас полностью посмотрим ее территорию. Сразу хочу сказать, что у этой зоны отдыха есть свой магазин с достаточно приемлемыми ценами, поэтому чуть позже я покажу, что в магазине есть. А сейчас пойдемте посмотрим, что у нас есть на территории. Территория небольшая, достаточно компактная. Обратите внимание, сейчас ноябрь месяц, 15 ноября, и на входе висит табличка, что мест нет. Если вы хотите отдохнуть, однозначно нужно места здесь бронировать заранее. Покажу сразу бассейны. Здесь их два. Они достаточно большие. Температура воды здесь очень хорошая. 56-57 градусов. Вот один большой бассейн. Посмотрите, очень удобные зоны, лавочки, где можно оставить свои вещи. В конце есть санузлы. И теперь посмотрим еще маленький бассейн. Он считается детским, но там, посмотрите, купаются и взрослые. Там мелковато, но вода там гораздо горячее, чем в большом. Вот два бассейна. Территория очень ухоженная. Посмотрите, есть шезлонги. То есть в летнее время можно принимать солнечные ванны. Есть вот такие качельки, столики. Опять же, в летнее время открываются зонтики, чтобы комфортно людям было загорать. С левой стороны это вот кафе. Здесь можно за дополнительную плату покушать. Завтрак, обед, ужин. Готовят очень вкусно. Давайте зайдем посмотрим. Небольшая, очень уютная кафешечка. Все достаточно чисто. Сейчас покажу по меню, что есть. Вот, посмотрите, пожалуйста, сегодня на завтрак была рисовая каша или яичница по 400 тенге. Пожалуйста, первые блюда. И есть, пожалуйста, и фри, и лагманы, и манты, плов, казан-кебаб. То есть, все достаточно по хорошим, доступным ценам. Пойдемте дальше. Вот в таких вот коттеджах находятся двух- и трехместные номера. Доброе утро. Здравствуйте. В номерах, которые находятся в этих коттеджах, они считаются категорией люкс. В них полностью есть удобство, душ, туалет и холодильник. Чуть попозже мы с вами посмотрим. И двух, трех, и четырехместные номера. Также нам обещали показать коттедж на 15 человек. Его мы тоже посмотрим. Что еще есть на территории? Есть небольшая детская площадка. Сейчас мы ее посмотрим. То есть, детками очень удобно. Детки могут покачаться на качельках. Вот она, детская площадочка. Небольшая, но она есть. Также сейчас покажу еще такое интересное одно место. Что-то типа общей кухни. Для всех отдыхающих доступны бесплатно мангалы. Есть два вот таких больших казана. Прям огромные. Посмотрите. Единственное, с собой нужно брать дрова. И, пожалуйста, бесплатно здесь вы можете приготовить себе плов. Или потушить мясо, барашка. Все, что угодно. Тематически вот такие лавочки. Посмотрите, прикольные. И также на территории есть несколько зон для больших компаний, где вечером можно посидеть, дружно покушать, что-то отметить. Вот первая беседка рядом с пивным баром. И вот здесь, где находится администрация. Слева от нее такие крытые беседочки. Здесь их три. Одна очень большая и две поменьше. Сейчас покажу. Одна вот такая прям большая-большая беседка. Три стола стоит. То есть очень большая компания здесь может разместиться. И две вот таких поменьше. Все беседки имеют, собственно, освещение. То есть вечернее время здесь достаточно комфортно. Розетка, свет. Все-все-все есть. И, конечно, возле каждой беседки стоит еще мангал. Коттеджи есть одноэтажные, посмотрите. Есть двухэтажные. То есть номера находятся как на первом, так и на втором этажах. И вот еще одна беседочка, поменьше, кругленькая. Также на хорошую большую компанию. Давайте теперь посмотрим номера. Сейчас мы с вами посмотрим большой коттедж на 13 человек. Это официальное количество, которое сюда запускают. Но, в принципе, я его посмотрела. И тут действительно можно разместиться даже 15-16 человек. Сразу смотрим, что коттедж двухэтажный. У него есть своя небольшая веранда со столом. Находится он прям напротив бассейнов. Такой большой коттедж на территории зоны отдыха дельфина. Он один. Есть еще один мини-коттедж, но там примерно 9-10 человек вмещается. И рядом, посмотрите, сразу своя отдельная мангальная зона. Пойдемте посмотрим, что есть внутри. На первом этаже, на входе, у нас сразу гостиная зона. Большой стол. На полу ламинат. Есть небольшая кухня. На кухне покрытие кафель. Посмотрите сразу газовый баллон. Своя отдельная микроволновая печь. Газовая плита. Есть посуда. Два раскладных дивана стоят. Музыкальный центр. Такой небольшой прям, конечно, шкаф. В коридоре. Небольшие полки для обуви. Для большого количества человек, конечно, маловато, но они и есть. Сразу хочу сделать акцент, что на весь этот дом всего два санузла. Вот здесь это первый. На первом этаже он один. А, точнее сказать, даже наоборот, один санузел на весь дом. А две душевых. На втором этаже нет вообще санузла. Вот раз санузел был, раз душевая. То есть это не душ-кабины, это обыкновенные душевые комнаты. Дальше вот вторая душевая. Все по аналогии. И два умывальника. Так, пойдемте теперь посмотрим на втором этаже, что есть. А мы еще не посмотрели с вами, да, холодильник? Небольшую стеночку. Давайте внимательно все рассмотрим. Телевизор, посмотрите, есть. Каналы здесь ловят. Спутниковое телевидение на зоне отдыха. Холодильник достаточно вместительный. Отдельно холодильная камера. Морозильная камера. В хорошем состоянии холодильник. И вот на первом этаже у нас, посмотрите, спальня. Три спальных места, три раздельные кровати. Раз, кроватка, два. И вот она, третья кроватка. Постельное белье здесь выдают. Единственное, что все полотенца пляж... Ну, не пляжные, а для бассейна, для умывания нужно свои иметь. Здесь также есть небольшой шкаф, где можно с вешалками повесить свою одежду. Все, ну, теперь идем на второй этаж. Вот такая лестница ведет на второй этаж. И здесь у нас на втором этаже три спальни. Итак, первая спальня. Двуспальная кровать, большая. Но, посмотрите, двуспальная кровать, она состоит из двух полуторок. Поэтому, в принципе, получается такое хорошее большое спальное место. И рядышком еще одна полутораспальная кровать. Спальня номер два. То же самое. Здесь в спальнях на полу линолеум, полы с подогревом. А в общих холлах на полу ламинат. Такая достаточно свежая комната, свежепокрашенная. То же самое небольшой шкаф для одежды. И спальня номер три. Только уже в зеленых тонах. Тоже двуспальная кровать, составленная из двух полуторок. И рядом еще одна кроватка. Для большой компании, считаю, очень хороший вариант. Все достаточно свеженькое. После ремонта. В хорошем состоянии. Делаю вам рум-тур по своей комнате. Здесь у меня холодильник на входе. Это что-то стол. Комод с зеркалом. И вот такая кроватиша. Офигеть. Приятно удивлена такой мебелью. Вот туалет с ванной. У нас всегда же больше всего это интересует. Не Египет, но замечательно. Прям очень замечательно. У меня тут даже, ух ты, есть кондиционер и телевизор. Бе-бе-бе. И окно, смотрите, какое окно. В общем, я рада. Довольно. Ну что, 11 утра или 11 дня. Уже на зоне отдыха Дельфин весело. Играет музыка. Людей относительно немного, хоть и выходные. Посмотрите, какая горяченькая водичка. Кайфуемся. Сейчас покажу детский бассейн. Ну, он не совсем детский. Там и взрослые также отдыхают. Просто в нем температура воды 57 градусов. Вот она. Видите, очень удобно. Бассейны огоражены такими пластиковыми перегородками. И даже если на улице был бы ветерок, здесь было бы достаточно комфортно. Красотка моя. Вода в бассейне. Посмотрите, бежит круглые сутки. Это источники с минеральной водой прямо из-под земли. На выходе вот 57 градусов с трубы. Достаточно терпимо, привыкаешь. И прямо вот отсюда с трубы люди. И массаж себе делают. Кто-то, я смотрю, лицо моет, волосы. Потому что очень хороший благоприятный эффект. Кто-то даже пьет эту водичку. Ну, не с бассейна, естественно, а просто с трубы. Сегодня у нас 13 ноября. На улице, наверное, 0, может быть, плюс 2. А мы на улице под открытым небом плаваем. Сейчас с вами сделаем еще обзор крытого бассейна. Специально делаю вечернее время, чтобы посмотрели, что он есть, но какая там атмосферка. Пойдемте. Конечно, парит очень сильно. Ну, и практически, конечно, ничего не видно. Люди купаются, здесь достаточно тепло. Ветра нет. Посмотрите, есть такое детское отделение. Вот оно. Огорожено двумя бортиками. И такой достаточно большой взрослый бассейн. Но достаточно туманно. Сейчас посмотрим, что есть в магазине. Посмотрим по ценам, чтобы все могли ориентироваться. Ориентироваться. В принципе, ничего с собой можно не везти. Магазин хороший, я имею в виду. Продукты, напитки. Все в достаточном количестве есть. Все меры и соблюдаются. Антисептик на входе. Давайте посмотрим. Просто огромный выбор спиртных и прохладительных напитков. Ну, по ценам, если сказать, например, пиво житетски гусь стоит 300 тенге. То есть, пиво от 250 до 300 тенге. Также различные вкусняшки, что любят дети. Чипсы, кириешки. Все это есть. Прям большой выбор соков. Спиртных напитков. А в какую цену соки литровые, да-да, например? 400 тенге. Вот, пожалуйста. Воды тоже большое количество. Помимо есть свежие овощи. Помидоры, капустка, картошка, если кто-то захочет запечь. Сладости. Так, естественно, есть мороженое для детей. А мороженое в какую цену? Ну, от примерно. От 100 тенге. От 100 тенге и выше. Также большой ассортимент. Посмотрите, к чаю. Печенье, конфеты. И есть товары первой необходимости. Ну, я имею в виду для такого отдыха. То есть это купальники, халаты, полотенца, средства личной гигиены, если кто-то забыл или закончились. То есть очень-очень хороший выбор. Печенье. Печенье. Продолжение следует...